Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач, посвященную теории социализма. Сегодня мы продолжаем разговор об индустриализации и коллективизации, и обсуждаем это с Михаилом Васильевичем Поповым, профессором, доктором философских наук. Михаил Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте, Невальд Викторович! Мы с вами так плавно в предыдущей части нашей беседы подошли от непосредственно революции 1917 года до воплощения планов индустриализации. И каждому, кто занимается этим вопросом, особенно с вашей помощью, становится понятно, что задача была сверхсложная. И вот, собственно говоря, до самого воплощения, до 1928 года, мы с вами еще не успели дойти. Поэтому, Михаил Васильевич, давайте дверемся дальше. Даже рассказать сложно, не только сделать. Правда? Рассказать даже сложно. То есть, насколько это сложная задача. Так вот, мы остановились на том, что национализированы крупнейшие предприятия. И что тогда у нас получилось? У нас получилось, что в руках у государства социалистического есть крупнейшие предприятия. Оно как бы может сделать с ними все, что угодно. Оно собственник этого государства. А раз оно собственник, что оно хочет сделать? Оно хочет их направить по единому плану в общественных интересах. Может, оно все сразу направить, когда ничего до этого нет? Не может. Значит, что надо делать? Выделить те предприятия, на которые оно даст план. То есть, малую толику предприятий выделить. И это будет один уклад во всей экономике. Этот уклад называется коммунистическим. То есть, те предприятия, которые будут действовать в общественных интересах по плану, в интересах рабочего класса, в интересах государства, в интересах всего трудового народа, вот эти предприятия составляют коммунистический уклад. А вот на остальных, на остальных, Михаил Васильевич, эксплуатация человека-человеком продолжается? — Да, конечно. А куда она может деться? А куда она может? Никуда она не может деться. На остальных всех предприятиях эксплуатация человека человеком при советском строе, при Ленине, при большевистской партии продолжается. Хотя большевистская партия старается побыстрее сделать. Но если кто-то сегодня скажет, что она медленно работала, я думаю, что таких заявлений не было даже со стороны врагов партии. Так вот, вторая часть предприятия, которые национализированы, они государственные. А раз они государственные, вот им дано такое задание от государства. То вы что делали, то и делайте. Там, где вы сырье брали, там и берите. Кому продавали, тому и продавайте. А прибыль будете сдавать кому? — Государству. — Государству. Значит, директором у вас может стоять бывший собственник, если он согласится. Не согласится, он, значит, если будет мешать, он пойдет в тюрьму. Если будет содействовать, будет советнику. А может и директором стать. Вот, скажем, посмотрев на то, как было дело в Советском Союзе, вот китайские хозяева, они сразу согласились им. Когда сказали, вы как, на поезд сядете, так сказать, в хороший вагон или под поезд ляжете? Они говорят, нет, нет, мы лучше в поезд сядем. И поэтому они не стали этому противодействовать. И очень многие стали директорами этих самых предприятий. А им пообещали в течение всей жизни, в Китае пообещали, вы будете получать прибыль. Дети ваши уже не будут. А в память о том, что вы капиталисты, вы будете получать прибыль. Это хорошо, в память о том, что вы были капиталистами. Вы были капиталистами и согласились помогать строительству социализма, вот так. Но здесь у нас такого не было, такой доброты, да и не было никаких средств для этой доброты. Потому что для этого надо иметь в своем распоряжении какие-то богатства. Какие богатства, разоренные войной Россия и разоренные разрухой. Разруха была ведь до революции, ведь грозящая катастрофа. Об этом писал Ленин летом 1917 года. А грозящая катастрофа от того, что вы сделали революцию, она отнюдь не убегает. Она продолжает существовать. Угроза этой катастрофе. Значит, этап. Национализированные предприятия, это малая часть по плану уже идет в общественных интересах. Это зародыш, так сказать, коммунистического уклада или маленький коммунистический уклад. А все остальные называются государственно-капиталистический уклад. Госкапитализм. Это что значит? Что все они прибыли дают, все предприятия прибыли сдают государству. А вот что они делают? Они все решают сами, те директора, которые есть, и те хозяева, которые теперь уже больше не хозяева, но остались, так сказать, в таком положении, что они будут сотрудничать с советской властью. Вот мне кажется, за исключением последнего момента о хозяевах, это примерно то же самое, что есть сейчас. Да, именно не только кажется. А вот сейчас у нас вот эти вот «Газпром», «Роснефть». В чем особенность? Чем привлекало это вот этих хозяев? Дело в том, что они решают все. То есть решают вопрос о зарплате. В том числе они еще могут установить зарплату в 25-40 раз больше, чем рабочим. Ну, например, если кто не знает историю, то можно взять современное положение государственно-капиталистических предприятий. Например, «Роснефть», «Зарплата», «Наблюдательного совета», «Членов». Они, правда, так хитрят и говорят, что у нас там зарплата меньше, а так у нас бонусы, премии и прочее, поощрения. Но все это, согласно трудового конуса, называется зарплатой. Так у зарплаты 30 миллионов в месяц. То есть в этой зарплате сидит прибавочная стоимость, то есть прибыль на самом деле. А зарплата там, ну, 50 тысяч, остальное это не зарплата. Ну, так же делали их братья в то время, в 17-м году. То есть они устанавливали, какие хотели зарплаты, но прибыль, которая все-таки получалась после бухгалтерских расчетов. Если оставалась, я бы сказал так. Если оставалась прибыль после таких зарплат. Ну, оставалась. Потому что они тоже, если совсем не останется, придут люди, поинтересуются. Чекисты. Сейчас не приходят, а тогда приходили, интересовали с оружием. Вот. То есть человек с оружием, он был уважаемый человек, он приходил. Об этом был и рабочий контроль. Он же устанавливался, он никуда не делся. Просто теперь уже кроме рабочего контроля есть еще уже национализированное предприятие. И в принципе национализация, как только начинался саботаж, это предприятие поштучно национализировали. И у нас национализация, вот я сейчас сказал о том, когда она в массовом порядке проходила, крупнейшее предприятие. Но она уже в 17-м году проходила. Если кто-то будет читать литературу, соответствующую этому периоду, тот увидит, что очень многие предприятия были национализированы. Не потому что их по плану собирались национализировать, а потому что их руководители пытались саботировать декреты советской власти и распоряжения правительству. В таком случае поступали очень просто. Раз, отдельный декрет о национализации. Вышла масса декретов о национализации отдельных. Масса. Десятки, может быть сотни. Надо смотреть. Масса. Но это не было той национализацией, планомерно, крупнейших предприятий, которая осуществилась в РАСС. Там и обрабатывающие промышленности, и горнодобывающие промышленности, производство оборудования. Все-все-все. Текстильная промышленность. Это все было сделано уже в июне 1918 года. А до этого все это шло вот таким путем. Так. Что получилось у нас? Два уже уклада. Один уклад коммунистический, другой госкапиталистический. А те капиталисты, которых не национализировали, они образовали частно хозяйственный капитализм. Третий уклад. Четвертый уклад. Это мелкие буржуа. Некоторые товарищи думают, что мелкий буржуа – это маленький буржуй. Это большая ошибка. Маленький буржуй – это буржуй. То есть он живет за счет прибавочного труда, за счет прибыли. А мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. У него в руках есть средства производства, но эти средства производства не дают ему возможности эксплуатировать. Он производит, выносит на рынок. Попав на рынок, он попадает в рыночную стихию. И от той величины стоимости, которую он произвел, остается ему мало. Потому что есть перекупщики, которые ему объясняют, что ты ничего не знаешь. Это фермер, Михаил Васильевич. Или семейное кафе, или, например, ателье по починке обуви, одежды. Да, и все крестьяне. Все крестьяне, кроме кулаков. Кулаки – это сельскохозяйственные буржуа. Они живут, они сами работают. Поэтому таких кулаков, которые бы обедельничали из истории, не знают. Но это такие люди, у которых основной доход от чужого, неоплаченного труда. Основной. А если они имеют основной доход от своего труда, и даже они кого-то эксплуатируют немного. Если у них основной доход от своего труда – это середняки. А если это бедняки, то они не могут прокормиться за счет своего труда на своем участке. И поэтому они идут работать на дядю. И вот те, кто работает на дядю – это батраки или полупарки. Михаил Васильевич, я понимаю, что тема индустриализации очень объемная. Я бы сейчас попросил вас коллективизацию оставить за скобками сегодняшней беседы, потому что это потребует отдельного. Я просто хочу назвать все сектора, которые получились, уклады. И последний уклад, который остается – это патриархальный уклад. Это люди, которые никуда на рынок ничего не выносят. Вырастили картошку и сами едят. Вырастили капусту и сами засолили. А вот только за солью и за маслом сходили, за подсолнечным, и все на этом. Они дальше с рынком никаким не общаются. Это патриархальный уклад. Итого пять укладов. Пять укладов Советской России. И эти пять укладов нужно было преодолеть. То есть постепенно ликвидировать все уклады и прийти тем самым к победе социализма. А как вы собираетесь их ликвидировать? Их нельзя ликвидировать никакой революцией. Вообще невозможно ликвидировать. Вы не можете ликвидировать даже госкапитализм, пока вы на него не отправите. Вы, пожалуйста, любое предприятие указать, что оно будет делать. А человек с ружьем не поможет быстро и эффективно ликвидировать те уклады, которые надо ликвидировать? Их можно ликвидировать только одним путем. Вырастить тот самый коммунистический уклад, который будет расширяться, расширяться, расширяться. Сначала за счет капиталистического уклада, потом частно-хозяйственный капитализм с ним соревноваться не может. Можете такой монстр социалистический, который по плану все производит на современных танках, на современной технике. Этот частно-хозяйственный капитализм пропал. Николай Алексеевич, то есть речь идет о конкуренции. Да, обычной конкуренции. Да, то есть путем конкуренции передовой уклада. Вы же говорите, что это ваш социализм, передовой коммунизм. Ну давайте отсюда. Хотите воевать? Нет. Воевать бесполезно. Бесполезно воевать, тем более с мелким буржуатом. Это ваш союзник. Мелкий буржуат, он же трудящийся. Трудящийся, его нужно привлечь. Это отдельная тема, как его привлечь. Мы договорились с вами, что коллективизацию мы сейчас не затрагиваем. Но постепенно, на основе развития коммунистического уклада, нужно все остальные уклады преодолеть или включить в этот коммунистический уклад и подчинить. То есть без насилия? Именно конкуренции? Почти без насилия. А вот это вот интересно, Михаил Васильевич. Вот эта вот приставочка «почти» она что означает? Ну вот мой соавтор по многим книгам, товарищ Моисеенко, мне рассказывал, а ему рассказывал и его там товарищи из Украины, как проводилась коллективизация. Вот собрал участник гражданской войны, раненый был, председатель стильсовета всех, и сказал. И заикался, кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, тот против советской власти. Кто против советской власти. Так, подходи, записывайся в колхоз. Все записались. А в индустриализации как это могло выглядеть? А в индустриализации уже не надо было никак. У нас же все предприятия государственные, крупнейшие. Их остается просто переводить из этого. Как только вы можете включить план, включайте. Включайте, они уходят из вот этого резервуара. То есть это зависит не от предприятия, а от самого центра принятия решений? От советского правительства? Ну, верно. Абсолютно. Предприятия могут только по-прежнему хозяйствовать и все. И ждать, когда их включат в коммунистический уклад. А вот частный хозяйственный капитализм, конкуренцию его побить. Ну, вы продаете пирожки по 10 рублей, а я продаю по 3 рубля. Я у вас старше, борода у меня. Покупать будут у меня. А вы красивые, хорошие. А все равно пойдут ко мне. Кто будет у вас покупать пирожки, если они дороже? Никто не будет не повезти. Вот и все. То есть невидимая рука рынка, как это сегодня говорят либеральные экономисты, да? Вот в этом, как говорится, великое значение, есть, сказать, истории и уроков революции. Что там, где можно было экономическим путем решить проблемы, никто в руки, никто не пускал в ход никакое оружие. А оружие всегда, так сказать, имелось в запасе на случай, если кто-то пойдет против советской власти. Это вот против не надо было идти. А тут пожалуйста. И, наконец, мелких буржуа. Ну-ка, кто-то пошел в город, потому что там построились предприятия и там платили больше. Потому что по плану строились предприятия и там зарплата была выше, чем он мог получить доход. А вот это важный момент, Михаил Ильич. А вот действительно на новых предприятиях, которые были построены в рамках социалистической индустриализации, на них заработная плата была больше? Естественно. Ну, а как вы привлечете? А что вы? А как вы туда возьмете людей? Человек с ружьем скажут вам. К сознательности масс апеллируйте. С ружьем экономику не поднимите, Николай Ильич. Номер не пройдет. Я-то вот именно так и считаю, что ружьем экономику не поднять. Но мне кажется, есть люди, которые считают, что ружьем лучше... Это нельзя допускать к строительству социализма таких людей. Это опасные люди. Они против советской власти настроят весь народ. Наоборот, все люди видели это, что поехать в город и больше идти. Вот я родом из деревни, село Староклинское, Первомайского района Тамбовской области. Вот и дед мой здесь, в городе он воевал и погиб под Старой Руссой. И, значит, и тетки мои, и бабушка моя, они все из этого самого села, они приехали, здесь устроили. И мать моя приехала здесь, вот она учительница, тут работала и так далее, и была почти всю блокаду. Михаил Владимирович, тут я должен задать вам провокационный вопрос, который прям напрашивается, исходя из места вашего рождения. Тамбовская область. Тамбовское крестьянское восстание. Да. И оно было спровоцировано? То есть почему оно произошло? Там вот люди не использовали экономические рычаги? Восстание против советской власти спровоцировано кулаками. Там очень богатый чернозем, там два метра с земли. Вот будете копать два метра, будет чернозем, 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 чернозем. А вот уже в советское время, вот я когда приезжал мальчишкой туда снова, все крыши были соломенные. То есть бедно жили там. То есть там такая, так сказать, такая ситуация в экономике, в сельском хозяйстве, что кулаки там командовали парадом. То есть поэтому с кулаками очень трудно было воевать. И некоторые думают, что потом их вот так подавили. Сталин предупреждал, что если бы мы договорились не особенно на коллективизацию поворачивать, но понимали уже и партия, и, так сказать, ее генеральный секретарь, что для того, чтобы начать коллективизацию, надо заготовить больше тракторов, чем есть у кулаков. И пока вы не заготовите больше тракторов, чем есть у кулаков, нечего и даже пытаться коллективизировать. Ну что вы собираете? Кого будете собирать? Голудьбу. Вот там они на тракторах работают у кулаков. У них сортовые семена. А вы с чем будете создавать свои колхозы? Они разорятся. Это будет просто профанация. То есть это очень сложное и тяжелое дело. А не то, что давайте соберемся и пойдем в колхоз. Это детский сад. Это вот на уровне детского сада, к сожалению, так вот и идет изучение этих вещей. Люди верят тому, что... А что я вот посмотрел в порядке подготовки, что пишут в интернете по этому поводу? Где удаешься? Поэтому нужно все это на точных фактах и на точных документах проверять. Тем более, что документы эти все есть. Вот, значит, из этого резервуара, из госкапитализма забираем. Частно-хозяйственный капитализм побеждаем. А мелкобуржуазные, я имею в виду в городах, мелкобуржуазные тоже побеждаем. Но если у вас в торговле они, ну сделайте магазины лучше, чем у них. И чтобы цена была на 3 копейки меньше, чем у них. И пойдут к вам. А они, значит, понедят. А вы еще понедите. А они потом... У вас же резервуар. Вы же государственный магазин. С вами конкурировать практически невозможно в цене. Бесполезно. Вы сначала... Вы даже можете потом приподнять. Но сначала вы разоритесь. То есть, совершенно, так сказать, определенно, конкурентной экономической борьбой побеждены все остальные уклады. Кроме вот того уклада, который был мелкобуржуазный на селе. Мелкобуржуазный уклад... То есть, село было, можно сказать, буржуазное целиком. Почему? Хотя там были комитеты бедноты, были сельские советы. Сельские советы, кстати, были быстро освоены коллоками. Но он же авторитет. Кого ей дарать? Авторитетных людей? Хозяйственных мужиков. Или таких вот голодьбу. Которого ничего у них нет. Вот и... Поэтому после советов пришлось еще отдельно комбеды делать. Комитеты бедноты. Потому что иначе ничего там не сделаешь в деревне. И туда рабочих посылать 25 тысяч. Но это все не самое главное. И самое главное нужно сделать было не менее, чем 200 тысяч тракторов. Поэтому вот эта индустриализация, которую мы делали, социалистическая, она же имелась в виду, что не так, что будет социалистический город и капиталистическая деревня. И Сталин прямо говорил, что вы не удерживаете тогда никакую советскую... Советская власть не может удержаться на двух противоположных основах. Если у вас город будет социалистический, а деревня будет капиталистическая, она капиталистическая, и командовал там кулак, то есть капиталист. То ничего тут не получится. Поэтому самая главная проблема была быстро построить тракторные заводы. И даже нам помогал и здесь вот первый трактор, как назывался? Форд. Форд. Да. То есть были капиталисты и капиталисты. Им хорошо заплатят. Они с удовольствием придут и помогут. Точно так же и не прогресс. Как вы понимаете, платили им хорошо. И вообще такую политику Ленин еще проводил, что не надо скупиться, заплатить списам по старой мерке. Потому что без этого мы не построим. Михаил Васильевич, вот сразу вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, вот такая политика, которую осуществлял Сталин во время индустриализации, привлечения иностранных, сейчас бы сказали, инвестиций, технологий, инженеров, договоренностей с Западом, она не являлась отступлением от марксистско-ленинских норм. То есть, может быть, надо было быть принципиальными. Сказать, ничего у буржуинов мы не возьмем. Да, дольше будем строить нашу социалистическую промышленность, но зато она будет полностью наша, все технологии будут наши, все от гаечки до винтика будет наше. А мы с вами вообще не разговариваем ни о чем, потому что вы эксплуатируете трудящихся. Мы со всеми разговариваем, мы у всех берем, и все будет наше. И все и было наше. Все вот эти самые капиталисты, с которыми мы сотрудничали, и все, значит, капиталисты, которые нам что-то привозили и что-то продавали, все это было наше. Потому что все они продавали кому? Государству. То есть, если на пользу советской власти и СССР это идет, значит, это правильно. Это правильно, во-первых. Во-вторых, мы же окружены капиталистическими державами. Значит, мы с ними конкурируем. Мы успешно с ними конкурировали. Безусловно. Значит, мы внутри конкурировали успешно со своими капиталистами и конкурировали с другими. А как мы с ними конкурировали? Ну, от них привлекали. Вот, выгодными ценами, выгодными условиями. Неужели капиталисты пойдут из любви к большевикам к нам что-то там строить, помогать? Нет, конечно, они пойдут помогать и строить, если им это будет выгодно. Им это было выгодно, и мы на этом. Ну, потому что собственность разделяет. Совершенно спокойно можно на этом было стоять. Раз капиталистическая собственность разделяет, там есть каждый капиталист друг с другом воюет, ты не пошел к большевикам, а я пошел. Я обогатился, а ты дурак.